МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Все актуальнее становится тема о мерах безопасности в связи с угрозой распространения опасного вируса. На этот раз мы говорим о дезинфекции транспорта. Статистика по-прежнему неутешительная. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 75 жителей. 95 вылечились с летальных исходов за сутки-два. Транспортники вернулись к дезинфекции салонов. Она проходит три раза в день. Обработка идет специальным средством. Процесс занимает 20 минут. Затем 15 минут автобус проветривается на улице с открытыми дверями и снова выезжает на линию. Вывешены графики уборки за подписью водителей. Их и кондукторов снабжают средствами индивидуальной защиты. Ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильно напряженно отмечают в Минздраве и Республике. Но к увеличению количества заболевших Республика готова. Сейчас больничный коечный фонд составляет почти 2400 мест. Готовятся дополнительные. Мы уже наперед готовим коечный фонд. В частности, у нас планируется развертывание коек в Батаринском центральном районе Болинси, как в Межстатериальный центр наш медицинский. Также в Канарском центральном районе Болинси. Эти два учреждения будут закрывать нам и госпитализация будет осуществлять Южного Куста. В настоящее время, с сегодняшнего дня, они проходят до оснащения как средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, концентраторами кислорода, лекарственными препаратами. То есть они будут в полной боевой готовности. В случае необходимости готовы будут принять пациенты. Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года обсудили сегодня на заседании Кабинета министров. Самые важные цифры и факты в нашем материале. 338 проектов, обозначенных в рамках комплексной программы социально-экономического развития, предполагают инвестиции в размере 330 миллиардов рублей. Каждый инвестпроект взят правительством республики на особый контроль. Конкурентоспособная экономика позволит поднять уровень жизни, обеспечив жителей рабочими местами достойной зарплатой. Сконцентрироваться на собственном производстве и уйти от зависимости импорта и развивать собственное производство, сельское хозяйство и потенциал роста инвестиционной привлекательности отраслей он на сегодняшний день очевиден. Основные цели стратегии развития региона определены в рамках единого плана по достижению национальных целей развития страны. Это минимальная планка, которую нам дает в качестве задания народа Чувашской республики. Очень важно с вами заложить фундаментальные основы реализации этой стратегии. И даже может быть в основном именно от этого будет зависеть успешность реализации этой стратегии. В этот процесс очень глубоко надо вовлечь и территории, то есть муниципальное образование. Кроме этого, на заседании были утверждены новые правила предоставления средств на энергоэффективный капремонт многоквартирных домов. Теперь средства из республиканского бюджета будут перечисляться в бюджет администрации города Чебоксары для последующего доведения их до управляющих компаний и ЦСЖ. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Мариинскому посаду выделят дополнительные средства на благоустройство. Город стал победителем 4-го всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. План благоустройства вносится в государственную программу. Денежное поощрение предоставляем бюджету Чувашской республики в 2021 году анализации проекта благоустройства в городе Мариинский посад составит 50 миллионов рублей. В связи с чем? Проектом постановления вносится изменение государственной программы формирования современной городской среды на территории республики на 18-24 года в части включения мероприятий по благоустройству в городе Мариинский посад, софинансированных из федерального бюджета. Общественное обсуждение развития исторической части города прошло 4 ноября. Среди направлений, которые необходимо развивать туристические маршруты, в том числе и речные. Туристическая инфраструктура, реконструкция и реставрация культурных объектов. Глава региона Олег Николаев отметил важность участия жителей в формировании заданий и проектировании изменений общественных пространств и предложил продолжить эту практику. В рамках национального проекта здравоохранения в Чувашии в этом году построено пять фельдшерско-акушерских пунктов в селах Канажского, Порецкого и Яльчикского районов. На сумму экономии, образовавшейся по итогам аукционов, до конца года правительство планирует ввести в строй действующих еще три ФАПа. Новые медицинские пункты должны открыться в Батыревском, Ядринском и Чебоксарском районах. Строительство в полном разгаре. Совсем скоро жители деревни Шуркасы Чебоксарского района будут получать врачебную помощь по современным стандартам. Сегодня подрядчик ведет ремонтные работы, сделан фундамент, выводится на левый уровень. Сегодня мы завершили уже водоотведение, водоподача, подведен газ. По графику работы сегодня подрядчик идет в норме. Старый ФАП 1910 года постройки. Он находился в частном доме. Медики обслуживают более 300 человек населения, проживающих на территории ближайших пяти деревень. Так что новое здание нужно как никогда. ФАП у меня, конечно, здание уже старое, не соответствует нормативам, стандартам. И вот все мы хотим, конечно, новый ФАП. Вот в этом году, надеемся очень, в этом году уже достроить новый ФАП, в котором мы очень нуждаемся. Новый пункт возводится неподалеку от существующего. Общая площадь будет составлять 72 квадратных метра. В нем расположатся кабинеты приема, процедурный, он же прививочный, аптечный киоск, помещение для персонала. Завершить строительство планируют в конце декабря этого года. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. В Урмарском и Брестинском районах республики выявлены фальсификации на выборах 13 сентября. По данным фактам возбуждены уголовные дела. ЦИК Чуваши оказывает следствию всю необходимую помощь, рассчитывает на объективное и законное рассмотрение возбужденного дела. Как следует из постановления возбуждения уголовного дела, то, что члены участковой избирательной комиссии подделали заявление за некоторых избирателей о желании проголосовать вне помещения для голосования. Затем взяли избирательные бюллетени, поставили отметки, неизвестно за кого, и за этих избирателей опустили бюллетени в ящик для голосования. Тем самым они совершили уголовно наказуемое деяние, поскольку имеет место фальсификация избирательного бюллетеня, и, соответственно, был сфальсифицированный протокол об итогах голосования. Общественный палац, со своей стороны, следит за чистотой и прозрачностью выборного процесса. И тот факт, что были эти нарушения, не говорит, что выборы были непрозрачными и нечестными, но всегда есть человеческий фактор, который может повлиять на дуэльную ситуацию. И, скорее всего, здесь было именно так. Факты все находятся в компетентных органах. Нужно тщательно разобраться, понять причины, понять следствия, и уже, соответственно, будут правоохранительные органы свой вердикт выдавать. Благодаря закону об образовании все школы республики бесплатно получают учебники для изучения чувашского языка и литературы, истории и культуры родного края. Периодически многие из них переиздаются. Но всеобщая цифровизация требует другого подхода к обучению. Об этом говорили на совещании в Чувашском республиканском институции образования. В обсуждении новой концепции приняли участие преподаватели чувашского языка. Ежегодно из республиканского бюджета Чувашской республики выделяются десятки миллионов рублей на закупку учебников из федерального перечня. Что касается национального обучающего контента, то школы получают его бесплатно в рамках республиканского законодательства. Стоит задача включить учебники в российский реестр. Совсем недавно ученые-языковеды завершили дополнительный мониторинг по обеспеченности учеников первых-девятых классов нужным материалом. Результаты оказались ожидаемыми. Учебников по языку, литературе, истории родного края вполне хватает. А вот подача содержания явно устарела. Ведь почти все уроки в школах проходят с использованием современных цифровых технологий. Наша основная задача не просто наконец-то издать учебник по чувашскому языку, который войдет в федеральный реестр и станет обязательным. Посмотреть различным взглядом на то, на чем мы учим сегодня детей. И через, наверное, перезагрузку подхода глазами сегодняшних учеников, потому что последний раз учебное пособие издавалось 10 лет назад, в 2010 году. И все-таки немножко морально устарело. Вхождение учебных пособий по чувашскому языку и литературе в федеральный перечень должна предшествовать научная, педагогическая, общественная, этнокультурная экспертизы. Чувашское книжное издательство работает не автономно. Они работают со всеми учеными, которые есть в республике. На сегодня можно сказать, что Чувашское книжное издательство совместно с Институтом образования, они готовы. То есть в 2021 году заявки будут поданы, и в республике появятся учебники по изучению чувашского языка. Сегодня, чтобы заинтересовать школьников, учебник должен обладать дополнительными функциями. К примеру, иметь аудиовизуальное приложение, штрих-коды или 3D-графику. В столичной гимназии номер 5 уже появились первые разработки подобного формата. Их подготовили специалисты инновационного центра «Сколково». Совсем недавно к нам поступил переносной бокс дополненной и виртуальной реальности, в котором у нас записаны пока 4 предмета. Это биология, физика, география и в том числе четвертый предмет – чувашский язык. По итогам полученных данных от муниципалитетов в рамках второго уточненного бюджета, в ближайшее время осуществится закупка печатных учебных пособий по чувашскому языку и литературе в количестве более 40 тысяч экземпляров. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. Завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Его участниками стали 1200 школьников со всей страны. Победителем в номинации «Расскажи о главном» стал десятиклассник одной из чебоксарских школ. Конкурс «Большая перемена» стал самым масштабным среди школьников. Главным критерием отбора стали не оценки по предметам, а наличие определенных навыков, помогающим ученикам ориентироваться в современном мире. Специалисты с помощью различных тестов проверяли эрудицию и интеллект. Отдельно обращали внимание на профессиональную ориентацию. Ребята участвовали в различных мастер-классах, квестах, викторинах и тематических сессиях. За победу в конкурсе Игорь получил денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Потратить их он планирует на покупку образовательных гаджетов, а также на дополнительное образование. Бонусом стали и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Это невероятный опыт работы в команде, опыт работы с людьми, причем люди все совершенно разным мышлением. Это во-первых. Во-вторых, большая перемена дает возможности для дальнейшего развития, поддерживая детей теми же самыми грантами. Но, если быть честным, это далеко не самое главное. Ведь те эмоции, те чувства, знакомства, все то, что ребенок получает, подросток получает на самом конкурсе, оно невероятно важно и действительно может помочь в будущем. Это не первая победа старшеклассника. Игорь Александров – призер различных конкурсов и олимпиад. Свободное время посвящает информатике, математике и робототехнике. Основная его особенность – это то, что он ищущий, интересующийся. Он приходил, просил ключи от кабинетов, дополнительно занимался. То есть это была не обязаловка, это его личная инициатива была. Одна из его последних интересных работ – видеоуроки, как в домашних условиях, можно сделать прототип робота. Он их подготовил, когда учился дома дистанционно во время первой волны пандемии. Инесса Потапова, Александр Тяков, Республика. Гастроли коллектива из Санкт-Петербурга прошли на сцене Русского драматического театра. Артисты привезли два спектакля. «Мамон» – ценность, взятая в залог по мотивам известной повести Гоголя «Портрет» и остросоциальный проект «Постскриптум». Спектакль «Постскриптум» – это драма, в которой нет вымышленных героев. За каждым сценическим образом кроется история реального подростка, испытывающего часто психологическое давление со стороны родителей, учителей, иногда даже друзей. Большинство таких случаев заканчиваются трагедией. «Прощайте, запомните меня такую. Люблю всех. Простите». Статус на странице принадлежащей 14-летней ульяновской школьнице Александре Алиевой, совершившей суицид 22-го на 3-го 2019-го. Девочка пришла на заброшенную строку и спрыгнула с большой высоты на бетон. Погибшая воспитывалась бабушкой, родители лишены родительских прав. Перед тем, как показать спектакль зрителям, проект получил одобрение психологов, социальных работников, сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры. Взглянуть на взрослый мир глазами подростков – нелегкая задача. Но это помогает взрослым лучше понять проблемы подрастающего поколения и помочь им справиться с тревогой, непониманием, а порой и безразличием. В первую очередь это проблема родителей и детей, то есть взаимодействия. И наш спектакль – это повод, чтобы родители на этом спектакле с детьми встретились, да, ну мы как бы имеем в виду даже 16+, встретились и поговорили на эту тему. Ну что с ним происходит? Тебе тяжело, тебе больно? Что с тобой происходит? Чтобы родители могли общаться со своими детьми. Или родители, которые посмотрят этот спектакль, придут домой и наконец-то поговорят со своим ребенком. Сценарий, в основе которого заложена трагедия, нелегко воспринимается актерами. Им сложно примерять образы и вживаться в роли. Это очень, наверное, в некоторой степени опасно. Попробовать заглянуть в логику этого человека, что им управляет и откуда он черпает такую непоколебимость в своих ценностях. Но определенный страх я точно испытываю, когда вживаюсь в эту роль. Это правда. Спектакль нашел отклик у зрителей и дал повод для размышления о том, насколько важно чувствовать своего ребенка, его друзей, понимать атмосферу, царящую в их кругу. Ведь наша неравнодушие может предотвратить противоестественный уход из жизни молодых людей, которым бы еще жить и жить. Это наш первый масштаб. Руки трясет на самом деле. А того, что ты понимаешь, что в параллельности с тобой происходит такая непростая жизненная история в жизни многих молодых людей. И для себя просто делаю вывод. Будьте внимательны к своим детям, к тому окружению, может быть, даже не те, кто близки ко мне. Потому что, как было здесь показано, что даже где-то случайно люди могут остановить детей. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Команда Красно-Читайской средней школы выступает в финальном этапе спартакиады молодежи России до призывного возраста. В течение недели до 14 ноября молодым людям предстоит пройти ряд испытаний. Сборка и разборка автомата, стрельба из электронного оружия, метание гранат. Эти соревнования выявят лучших. Кроме этого, будущих призывников ждут легкоатлетические дисциплины. Прыжки в длину, бег на 60 и 100 метров, а также преодоление трехкилометровой дистанции по пересеченной местности. Это были главные новости среды. А я с вами прощаюсь. До завтра. Палтус, кижуч, красная икра, белорыбеца, омуль и другие морские деликатесы. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбной продукции, привезенной прямо с Камчатки. Переработана строго по технологиям, причем для копчения используются настоящие ольха, вишня, яблоня. Это позволяет сохранить все полезные свойства и аминокислоты. Хит-продаж. Слабосоленая чавыча. По вкусу напоминает семгу, при этом менее жирная и содержит множество микроэлементов, полезных для сосудов зрения суставов. Привезли вам более 35 видов рыбных деликатесов, горячего и холодного копчения. Ну и, конечно же, царицу лососевых – это чавыча. Очень вкусная, нежная рыбка. В ассортименте есть слабосоленое, холодного копчения, филе чавыча, также икра чавыча, вкусная слабосоленая икорочка. Также в ассортименте есть белорыбеца, очень нежное, сочное мясо без единой косточки, корюшка камчатская, зубатка, нельма, омуль. Камчатскую рыбу благородных пород и красную икру жители республики любят и с удовольствием покупают не первый год. Я на выставку вот камчатской рыбы прихожу все время. Ну и икру купить, потому что та, которую в банках мы берем, все равно она не такая, а это такая плотная, хорошая. Скоро Новый год, надо будет запасаться. Вот чавычу беру, ну она вкусная, вот дала попробовать мне, пожалуйста, попробуйте, как тут откажешься. Рыба свежая, а мы любим рыбу, всякую, копченую, холодную копченую, горячее копчение. Поэтому мы сюда приехали, с Невочевоксар специально, чтобы покупать свежую рыбу. Рыбу натурального копчения, икру чавычи зернистую и другие морские деликатесы можно купить в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 15 ноября.